Привет, меня зовут Денис Забелин и я продолжаю рассказывать о своем самостоятельном восхождении на одной из самых высоких вершин бывшего Советского Союза, приклеенной высотой 7134 метра. В предыдущих трех сериях я уже успел рассказать о своей подготовке к этой экспедиции, о сборе снаряжения, о том, как я прилетел в Ош, и там меня встретила, принимаясь страна Oxide Travel, которая помогла мне добраться до базы в лагере, расположенном на узке 3600 метров. Дальше я предстояло совершить несколько клеммационных восхождений, одно из них было под пик Петровского, где чуть не произошла трагедия. Я чудом смог избежать срыва, но поранил немного в голову. Тем не менее, я успешно спустился с этого клеммационного восхождения и подготовился к переходу в лагерь один на высоте 4400 метров. Доброе утро, страна. Сегодня я выдвигаюсь выше. Вот сейчас мне надо перепаковать вот эту вот кучу вещей, что-то оставить в базовом лагере у Бауля. Но что-то разместили в смеси-литровом рюкзаке. Часть я закинул на L1. И если все пойдет хорошо, то с маленьким уже рюкзаком я пойду на L2 ставить палатку. Ночевать же я вернусь на L1 4400. Надеюсь, в общем, все пойдет как и ожидалось, и никаких изменений в ЛАНО в процессе не произойдет. Ну вот, я собираюсь выходить в лагерь один, так называемый Advanced Base Camp. Вот такой вот рюкзачок получился. Фух, кошки, мат-палатка, питание наше из ней, газ, обвязка, коврик. Внутри еще там джет-бойл, сумочка с электроникой, одежда. Ну вот, собственно, все. С таким рюкзаком вес, наверное, где-то килограмм 20-25. Мне придется преодолеть сейчас десяток километров. Вот, я там оставлю часть вещей в лагерь один. После этого пытаюсь пройти в лагерь два, где сброшу палатку, коврик и часть еды. Ну, пока планы такие. Смотрим, что зато получится. Все не просто, но что делать. Да, газ еще тут. Ну, в общем, хватает. Хватает. Ладно, посмотрим, что получится. Ну вот, как и обещал, сегодня я выдумывался в лагерь один. Ну и там по мелочи, по всему. Всякая наездка. Бибзак уже китровый. Киограмма на 25-27. Ворота попадая еще сверху. Долгра литра. До термоса еще в пол-литра. В общем, хватило, как грамма. Можно смело скинуть. Ну и да, это нормально. Так, нужно больше полтора. Идется тяжело. На легкие идет сильно лучше, быстрее. Ну, что делать? Надо внести. Экипировку ищу в лагерь один. Базовый лагерь для дальнейшей коммунициации. Привет, слава, я. Так, время почти полшестого вечера. Я рыбе с темно-заком уже 5-2 часов. Живо. Но осталось немножко. Мне туда в лагерь один. Полтора километра. Наоборот, ступистики. Сейчас мне вот речку ждала. О, все, я так уж и просто на внутренней встречушке раздохнулся. Я бы с незаконно разподвизнился. А какие дела? Я думаю, что сегодня я больше туда не пойду. Отстойду. И буду отдыхать. Все, пока. Я таки добрался до лагеря номер один. Там чистое время уйти было. В общем, больше 6 часов. Вот. Немножко планы переигрались. Ах. Сейчас отдыхаю. И в 4 часа выхожу с какой-нибудь группой. Сяду на хвост. Попробую с ними в связке пройти. Ну вот. Пока трещины не оттаяли. Трещин очень много. Тропинки. Где-то лестники прокинутые. Ну, а где-то в связки идти. Я планирую доставить в лагерь 5300 палатку еды на 2 дня. Или даже на 3 дня. На 3 дня на 2 дня. Вот. И коврик. И все. После этого распускаюсь вниз. Ночью, еще до ночи. Ночью. И уже послезавтра. Я не поднимаюсь на нём. Для того, чтобы ночевать на 5300. И делать идеальный выход на 5700. Ну, как-то так. Пока вам таки. Ходно. Уже вот на минус 2. Вот. 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 Все хорошо. Всем пока. До завтра. Всем привет. Сегодня идет. Идут третьи сутки нахождения в горах. 15 августа. Денька осталась сегодня в 4 часа утра. Но в 4 часа утра я понял, что с рюкзаком. С большим своим. Пусть оно весит там не 30 кг, а на 1 кг 15. Сейчас я, пожалуй, вверх не доберусь. Вот. Поэтому. Решил встать. Когда я встану. Ну, самочувствую. Так себя чувствую, что высота уже. Вот. Не знаю. Действительно, наверное, правильное решение, что не вышло в 4 утра. Владимир номер 2. 5300. Посмотрю, если сегодня кто-то пойдет. Хотя, в принципе, здесь никто не пойдет. Днем. Там солнце, кто-то, трещина. Но если кто-то пойдет, то я попробую к этому связку попроситься. Вот. Вот так, конечно, после вчерашнего маршру Аскара на 12 км. С баумом. С своим. В общем. Немножко физскую форму подорвало. Побаливают ноги, побаливают плечи. Ну, вообще, самочувствие такое не на 5 с плюсом, как было вчера и позавчера. А, возможно, начался протезо-климатизация. Тоже, тоже, в принципе, говорят, возможно. Обычно третий-пятый день. В тот самый момент, когда гранится начинает перестраиваться. Ну, посмотрим. Пока. Завтрак. Ну вот. Временно. Уже почти пол одиннадцатого. Только я решил сегодня сделать следующее. Иду сегодня на пик Юхен. Это 5100. Да уже ушло очень много людей. Вот. Туда, в принципе, достаточно одеть такие галатинки. Да и рюкзачок с собой взять. Вот. А, переехал сегодня в палатку свою, наконец. Таки, вот. Вот из этих чудесных апартаментов. Вот. И нашел себе попутчика завтра на 6100. Девушка, скайранер. Договорились с ней идти в связке. В 4 часа утра выходим. Вот. Если все хорошо, если меня горняшка не срубит, то пойдем с ней дальше в связке до 6100. Вот. Ну, в общем, дадут нам веревку. Познакомился сегодня с Владимиром Ивановичем. А пока акклиматизация на 5100. Если все будет хорошо, то, наверное, все будет чувствовать замечательно. То завтра будет ночевка на 5300. Вот. Прогулка до 6100. Ну, а дальше буду смотреть по ходу пьесы, как будет и самочувствие. Вот. Сейчас стало уже сильно лучше. С утра пульс был где-то 70. Правда, сатурация очень низкая. 80-85. Вот. Вечером пульс был где-то 90-100. Но ночью, судя по наблюдениям с часов Гармин, пульс падал до 5 из 5, что является очень хорошим показателем. Значит, что акклиматизация идет, организм адаптируется и, в общем-то, перестройка ведется транспортной кровеносной системы. Ну, все. Вперед. Кому интересно, можете посмотреть на ледник. Вот он, собственно, как есть с огромными многометровыми трещинами, разрывающими ледник на части. Вот-вот-вот-вот трещины идут, да? Вот эти трещины представляют особую опасность для горных туристов и альпинистов. Такие дела. Знаете, есть такая игра следопыт. Это когда после повышенного снега, казалось бы, очевидную тропу, ты пытаешься разглядеть сквозь камни, снег, ну и какие-то, в общем, символы. Вот такие сложные горки. Вот я, например, ошибся и ушел вот к тому леднику, пытаясь найти тропу. Но Вывар мне сообразил, что что-то не так пошло. Увидел вдалеке следы одинокие по снегу. Ну и вот таким вот образом, вот, высматривая тропу, пытаясь догнать тех горных сходителей, которые ушли на часа полтора раньше меня, на пик Юхина. Ну вот, я почти догнал эту группу большую. Их вон, сколько человек, наверное, 15 карабкается вверх. Все, минут через 15 я граню. Выварücken Ranchо Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, в остальном все супер Завтра, рано утром, в 4 часа утра, нашелся напарника Выходим в связке на 5300 Будем там ночевать Ну, буду я там ночевать Вот, возможно, если все хорошо То прогуляюсь от Ялка до 6 Всем пока